Привет, маленькие друзья, а также их родители. В нашей передаче самые любознательные мальчишки и девчонки пробуют ответить на вопросы, которые интересны даже взрослым. Что из этого вышло, увидим дальше. А по пути будем узнавать правильный ответ и учиться вместе. Викторина миллион вопросов. Откуда берется ветер? Я думаю, он берет сверлаков из утюга. Ну, наверное, с небес. Это автобус. Север. Ветер бьется из-за боков. Из тучи. А из неба. Ветер берется из запада. А из запада заходит солнце. А ветер берется из востока. Ветер дует. И получаются листья северятся из деревья. Вот так ветер и появляется. Ветер берется от холма. Вот убирается пух. Потом получаются облака. А потом из облаков что-то дует. И получается ветер. Вот его включают, и из него ветер. Ну, это, можно сказать, такой верь. Ну, вот так, как будто дует. Что на улице холодно и похолодало. Ну, это где холод. Ветер – это воздух. Из тучи вниз идет, а потом в бок дует. Потому что мы видим, что деревья качаются. Когда он летит, можно заметить, что он дует. Это воздух. Ветер – это ветер. Ну, из листьев бывает. Ветки шевелятся и листики. Это холодный воздух. Помогает людям долгое позыть. Потому что становится холодно, когда он дует. Ветер бывает сильный, слабый. Он во всюду летает. Холодно – это ветер дует куда хочет. Я думаю, что получается ветер, откуда дует он, наверху он дует. Он дует с неба. Ну, видите, берется с холодных мест. У него есть множество имен. Иногда это легкий бриз, а порой это грозный смерч или бушующий ураган. Он может быть слабым или сильным, теплым или холодным. Все это – ветер. Но откуда же он берется? На самом деле наша планета такая большая, что на ней есть как совсем холодные места, вроде Северного полюса, так и очень теплые, например, пустыни или джунгли. Ветер состоит из обычного воздуха, которым мы дышим. А воздух так устроен, что если он теплый, то стремится вверх. Холодный тут же занимает место горячего воздуха, поэтому возникает движение, которое и превращается в ветер. Викторина. Миллион вопросов. Арбуз – это фрукт или ягода? Ягода. Фрукт. Фрукт. Ягода. Ягода. Фрукт. 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 Ягода. Бабушка сказала. Потому что, потому что... Потому что он сочный, сладкий. Потому что там есть семечки. Благопеду знала. Потому что некоторые из магазина на дереве, а некоторые фрукты из-за голода. Потому что ягоды не могут быть большой. Потому что он жаркий. Потому что альбуз не такой, как ягода. Ягода чуть-чуть поменьше, чем альбуз. Оно такое большое, только полосатое. Потому что он зеленый, как куриц. А в фруктах там тоже семечки. Ну, там маленькие семечки. Там большие семечки, а в арбузе маленькие. Ну, потому что так пород создала. Арбуз большой, но не отличается от ягод. Потому что он всегда вещал на дереве. Ягоды бывают маленькие, крупные. Он сладкий, как ягодки. Наверное, все мальчишки и девчонки любят лакомиться арбузами. Спелый большой, с сочной мякотью. Просто объедение. Но что такое арбуз? Фрукт или ягода? Есть такая наука ботаника. Она изучает растения. И ученые уже давно придумали для слова ягода специальные свойства. Например, у ягоды должно быть много семян. А еще твердая кожура. И то и другое у арбуза уж точно есть. А потому арбуз – это ягода. Так говорят ботаники. Рубрика «Четвертый лишний». А сейчас попробуй вместе с ребятами найти, какое из четырех слов здесь не на своем месте. Шкаф, диван, стул, сиденье. Сиденье. Шкаф. Стул. Шкаф. Диван. Диван. Стул, потому что он твердый. Диван. Я думаю, что тут лишний шкаф. Если тут предмет – шкаф. Потому что это не мебель. На шкафу нельзя сидеть. Потому что на нем сидят. А на всех предметах не сидят. Потому что на шкафу не сидят. На них можно сидеть. Ну, потому что он большой, а все предметы маленькие. Потому что он отвечает от других. Потому что он очень длинный и тяжелый. Потому что он не может ничего делать. На нем нельзя лежать. Только в весе можно оттуда ложить. Потому что на нем сидят. И на шкафу не сидят. Редакция программы выражает особую благодарность руководству детского сада номер 26 и его директору Ольге Владимировне Крамор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова